7.00 по Киеву приветствуем всех информационный марафон на телеканале Freedom для вас работает Денис Пахила и Лейла Мамедова традиционная оперативная информация и ряд 7 сегодня предложим для обсуждения 463 день полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину по факту войны России против Украины также говорим о саммите Европейского сообщества в Молдове и ряд других тем сегодня предлагаем вам для конструктивного анализа начнем с оперативной информации трое погибших среди них двое детей более 10 пострадавших сегодня в ночь на 1 июня армия государства террориста России снова совершила массированную атаку на столицу Украины предварительно боеприпасы были запущены из оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования с территории Российской Федерации били крылатыми и баллистическими ракетами об этом сообщили в Киевской городской военной администрации по словам главы администрации Сергея Попко все российские ракеты были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны на данный момент известно о том что обломки упали на поликлинику и многоэтажный дом в одном из спальных районов столицы в другом районе поврежден жилой дом зафиксировано возгорание припаркованных авто падение обломков на проезжую часть вследствие сегодняшней ночной российской ракетной атаки погибло три человека в том числе двое детей по предварительной информации спасателей в Деснянском районе обнаружены трое погибших из них двое детей раненых в Днепровском и Деснянском районах по данным медиков в настоящее время 14 человек 9 госпитализировали пятеро получили помощь на месте Виталий Кличко, Киевский городской голова, в Телеграм Также по уточненной информации в одном из районов зафиксировано повреждение трубопровода, горящего водоснабжения, сейчас на месте работает аварийная бригада Также за минувшие сутки войска России 10 раз в день обстреляли приграничье Сумской области Удары россиян зафиксированы в шести общинах, в результате атаки есть разрушение и повреждение домов или автомобилей и объектов инфраструктуры Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации Пять российских беспилотников были уничтожены в течение минувших суток в небе над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны Об этом сообщают в воздушном командовании ЮГ Более 800 атак в 13 областях Украины в целом зафиксировано с 26 мая За 5 дней наиболее массированным обстрелам подверглись Киев и Киевская область Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины Также под постоянными атаками территории Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей Количество обстрелов по сравнению с предыдущими неделями увеличилось почти вдвое В Киеве и в Киевской области в результате террористических атак России выявлено 112 мест падения, обломков, ракет и беспилотников Разрушены либо же повреждены 237 объектов Возникло 15 пожаров, 10 в Киеве и 5 в области Мир знает, какую фундаментальную роль играет украинский морской зерновой экспорт для продовольственной безопасности И все морские страны сейчас видят, что может угрожать их портам и акваториям, если Россия сойдет с рук блокировка сходства в Черном море Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Давайте вместе услышим Большое здоровье, шановне украинцы Сегодня рабочая поездка в нашу Одессу Желаю здоровья, уважаемые украинцы Сегодня рабочая поездка в нашу Одессу Поблагодарил здесь наших воинов за защиту региона и всей Украины В частности, посетил госпиталь наших раненых защитников Пожелал скорейшего выздоровления Имел честь вручить государственные награды Поблагодарил наших врачей Провел в Одессе специальное и длительное совещание По безопасности и социальной ситуации в регионе Руководство области, военные, правоохранители Область приоритетная во всех отношениях Именно Одесская область – одна из основ безопасности всего нашего юга, а значит и государство Очень важные результаты есть в Одесской области у службы безопасности Украины В противодействии российским диверсантам Был доклад генерала Москалева о ситуации в районах ответственности Оперативно-стратегической группировки войск Одесса Подробно разобрали, как усилить оборону Точно так же подробно обсудили экономические вопросы, рабочие места, социальное обеспечение Провел выездное заседание Ставки Постоянное внимание фронту Доклады командующих Хортица, Таврия, Главком Особые доклады руководителей ГУР и СБУ Детали позже Специальное внимание нашему зерновому коридору Безопасности в Черном море Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт Играет для продовольственной безопасности Да и вообще, безопасность в Черном море Действенность норм международного права по мореходству Это глобально важный фактор безопасности Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если России сойдет с рук блокировка мореходства в Черном море Приведу только один пример В настоящее время из трех портов, согласованных в рамках Черноморской зерновой инициативы Порт Южный фактически заблокирован Более полутора миллионов тонн агропродукции накоплено в одном Южном И это зерно, которое ожидают по меньшей мере 10 стран мира, включая Турцию, Египет, Бангладеш, Китай Очевидно, чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы Тем выше там цены на еду Тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов То есть блокада одного порта в Украине Создает очень серьезные риски для разных народов Причем, в частности, для тех, отношениями с которыми Россия еще и пытается спекулировать И я благодарю всех в мире, кто помогает нам увеличивать пространство безопасности в Черном море Кто давит на Россию для разблокирования поставок продовольствия Провел сегодня в Одессе совещание по развитию нашей портовой инфраструктуры И еще одно Работаем над тем, чтобы вторая половина этой недели была содержательной для наших отношений с партнерами Наши международники делают все, чтобы эту неделю можно было завершить нужными Украине новостями А сейчас я благодарю Соединенные Штаты Америки, лично президента Байдена, обе партии Конгресса и каждого американца Всех, кто ценит свободу за новый оборонный пакет для наших воинов Ракеты для патриотов, ракеты для хаймерсов, артиллерию и другое очень необходимое нам оружие Необходимое именно сейчас Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою ради Украины Кто на боевых постах, на боевых заданиях Спасибо всем, кто работает ради нашего государства Спасибо тебе, Одесса, за этот день Слава Украине И дякую тебе, Одесса, за этот день Слава Украине